Гурам Чехладзе наказал бывшего вора Олега Шошию. Молодой вор в законе Гурам Чехладзе, Квежоевич, вновь дал знать о себе. По данным Прайм Крым, он не так давно избил своего товарища, воровской статус которого находится под конфликтом Тимураза Чурадзе, Олега Шошии. Поводом послужил тот факт, что Чурадзе раскрыл планы Квежоевича поквитаться со своими обидчиками в лице тоже воров в законе Георгием Гагелиани, Гии и Варламом Кухианидзе, Ватия. Дело обстояло так, когда-то Квежоевич находился в одной компании с Гией и Ватией в Италии. Во время застолья Гурам Чехладзе начал подтрунивать над своими соратниками. В итоге, не оценившие шуток в свой адрес воры отвели Гурама в сторонку, где избили. После этого Квежоевич затаил на них злобу и даже пытался раскороновать обидчиков. Но законники не стали этого делать, мотивировав, что драка происходила между ворами по делу и по всем правилам. В итоге Чехладзе дождался, пока из Испании прибудет Шакро молодой, и заручившись его поддержкой, решил мстить. Как раз и случай представился, Гурам прилетел в Турцию, где жили Гии и Ватии с Малявой для кутаистских воров. Между делом он решил устроить и расправу со своими обидчиками. Для этого он попросил друга Тимураза Чурадзе под надуманным предлогом привести к нему Гагеляне и Кухянидзе, где их уже ждали бойцы Квежоевича. Однако Тимураз все рассказал оппонентам, и те естественно не явились на встречу. Вчера же состоялась встреча всех участников тех событий. Тимураз при Ватии и Гии повторил свой рассказ, что Квежоевич собирался расправиться с обоими ворами. Однако Гурам возразил на это. В итоге Тимураз не смог привести никаких доказательств того разговора с Чехладзе и был объявлен интриганом, за что и получил от своего друга. Молодой авторитетный вор в законе Гурам Чехладзе. Ни для кого не секрет, что преступниками не рождаются, а становятся. Однако какие причины и мотивы побуждают человека встать на скользкую тропу грабежа, разбой и подчас даже убийства, до сих пор является предметом обсуждения. В случае с молодым, но матерым вором в законе Чехладзе Гурамом Автандиловичем можно предполагать, что его сформировало окружение и в частности семья. Являясь ярким представителем криминальной среды, Квижоевич или Гурам Кутаиский впитал воровской образ жизни с молоком матери. Его отец, Чехладзе Автандил Амиранович, Квижо, при жизни являлся одним из лидеров кутаисской преступной группировки, которая считалась одной из самых влиятельных не только на территории Грузии, но и Москвы. К слову сказать, по воровским законам и понятиям жила вся многочисленная родня Чехладзе. Кровавая расправа над родителями. Гурам Чехладзе родился 23 мая 1984 года в городе Кутаиси. Когда мальчику было 9 лет, в его семью пришло страшное горе. Неизвестные ворвались в московскую квартиру Квижо на Ленинском проспекте 82 и застрелили из автомата сначала его жену Марину, а затем самого хозяина, который на то время еще не успел окончательно проснуться и осознать суть происходящего. На непонятные звуки выбежал маленький Гурам Чехладзе. Преступники не захотели оставлять свидетеля, поэтому выстрелили в ребенка. К счастью, пуля только слегка задела мальчика. Он остался жив, но до тех пор, пока убийцы не покинули квартиру, лежал на полу, притворяясь мертвым. Так Гурам Чехладзе остался круглым сиротой. Его под опеку взяли близкие друзья Квижо, бывалые законники, которые начали обучать мальчика специфики воровской жизни. С этого момента ребенок уже не ставил себе вопрос о том, кем хочет стать, когда вырастет. Ответ был очевиден. Коронация и первый тюремный опыт. Уже в 15-летнем возрасте юноша удостоился звания вор в законе. Его коронация проходила по всем воровским канонам и традициям. На церемонии присутствовали Бадри Кагуашвили, Бадри Кутаиский, Ромас Дзниладзе, Ромас Кутаиский, Георгий Углава, Техи Тимурас Синатошвили, Мираб Мафия, Элгуджи Кублашвили, Гежуа, Захарий Калашов, Шакро Молодой и Давид Кокулия, да тот Белиский. Однако тюремного опыта за плечами Квижоевича тогда еще не было. Свой первый срок Гурам Чехладзе получил в 2006 году. Сначала его арестовала полиция по подозрению в краже, которую тот совершил вместе со своим подельником, сыном известного криминального авторитета Константина Калашана, Котик, Георгием. Обоих подозреваемых суд приговорил к четырем годам заключения. Квижоевич отправился в колонию общего режима, находившуюся на территории Республики Бурятия. Ввиду того, что новоприбывший уже обладал титулом вор в законе, его авторитет сразу же признали большинство заключенных. Тем не менее, поначалу за решеткой Гурам Чехладзе чувствовал себя некомфортно, поскольку ему надо было разрешать то и дело возникающие конфликты внутри преступного сообщества. Однако со временем, заручившись поддержкой местного положенца Макса Рыжего, законник мастерски вжился в отведенную ему роль и сумел заслужить уважение лагерных авторитетов, ставших впоследствии элитой криминального мира Бурятии. Подмена обвиняемого. После выхода на свободу, в ночь с 5 на 6 июня 2009 года, Гурам Чехладзе снова попал под прицел полиции. На этот раз его задержали в ресторане Simple Pleasures, город Москва. При обыске у криминального авторитета нашли 3,5 грамма героина. Прокуратура требовала ареста вора в законе, но суд на время прохождения досудебного разбирательства отпустил его на свободу под подписку о невыезде. Самое забавное, что когда дело дошло до суда, выяснилось, что на скамье подсудимых все это время находился не сам Чехладзе, а его дальний родственник, который просто был очень похож на преступника. Обман раскрылся, когда бедолага узнал о том, что ему предстоит провести вместо Гурама два года за решеткой. После этого суд объявил заочно обвиненного в федеральный розыск. Но вор в законе и не думал скрываться. Понадеявшись на своего друга, известного криминального авторитета ВАНО, который пообещал безболезненно разрешить все проблемы с правоохранительными органами, он продолжал вести привычный образ жизни. В результате полиция задержала и самого Гурама, и гаранта его неприкосновенности, который на деле оказался бессилен. Осужденный был тут же направлен в одно из СИЗО города Москва. Далее Квежоевича ждала еще одна судебная тяжба, по итогам которой суд приговорил его к двум с половиной годам тюремного заключения. С учетом того, что преступник и так год находился в СИЗО, ему осталось провести за решеткой 1,5 года. Арестанта направили в колонию строгого режима номер 6 города Красноярск, место довольно сложное и суровое. Поговаривают, что остаться вором в законе со всеми правами здесь можно только в том случае, если заключить сделку со спецслужбами. Поступало ли Гураму предложение стать агентом секретных гаструктур, доподлинно неизвестно, однако он сумел сохранить свой воровской титул, спокойно отбыть отведенный срок и выйти на свободу 27 июля 2012 года. Кровная месть за отца. Пребывание за решеткой в Красноярской колонии является на сегодняшний день последней погашенной судимостью в биографии Гурама Кутаиского. После этого он принимал активное участие в различных криминальных разборках. Во время одной из них, когда столкнулись интересы Эдика Осетрины Тбилисского и племянника усопшего деда Хасана Дмитрия Чентурия, Квежоевича сильно избили, при этом упрекнув в том, что он так и не сумел отомстить за убийство отца, хотя личность того, кто это сделал, в воровской среде известна. Эти слова сильно задели Гурама Чехладзе. И в январе 2014 года на всю Москву прогремела новость о том, что на парковке возле одного из торговых центров убит бывший криминальный авторитет Дато Мелкадзе, Дато Патийский. Начав расследовать это преступление, оперативники практически сразу натолкнулись на мысль о том, что убийство законника могло быть связано с местью Гурама Кутаиского за своего отца Чехладзе Автандила Амирановича, поскольку именно Дато приписывали эту смерть. В свою очередь, понимая, что оперативники выйдут на его след, Квежоевич выехал в Израиль. Там он прожил до тех пор, пока не стало известно, что вину за совершенное убийство взял на себя Бахши Петросян. Гурам Чехладзе вернулся в Москву в 2017 году. Ходит слух, что в последнее время он являлся частью окружения армянского мафиози Захария Калашова. 16 января 2018 года. Сотрудники МУР задержали Гурама Чехладзе на съемной московской квартире. Его обвинили в нелегальной миграции. Пока не ясно будет ли вор в законе выдворен за пределы России. Рассмотрение дела все еще продолжается. Вор в законе Гурам Чехладзе подозревается в убийстве Дато Патийского. Правоохранительные органы объявили в розыск вора в законе Гурама Чехладзе по кличке Квежоевич. Он подозревается в организации убийства бывшего законника Давида Мелкадзе, Дато Патийский. Недавно оперативники попытались провести операцию по задержанию Чехладзе в одном из столичных ресторанов. Однако он загадочным образом сумел сбежать. Как рассказал источник в правоохранительных органов, Гурам Чехладзе попал в поле зрения оперативников почти сразу после убийства в Подмосковье в январе 2014 года Давида Мелкадзе. Однако статус подозреваемого в деле он получил только весной. Недавно в квартире вора в законе на Ленинском проспекте был проведен обыск, также сыщики начали поиск самого Квежоевича. По их информации, с января он ушел на подпольное положение, возможно, покинул пределы РФ и спрятался за границей. В результате Чехладзе объявили в оперативный розыск. Недавно сотрудники ГУР МВД РФ и ГУМВД РФ по Московской области узнали, что на 23 мая в ресторане на Савинской набережной намечено пышное празднование 30-летия Чехладзе, на котором должен присутствовать и сам именинник. У заведения выставили посты наблюдения, туда пребывало много гостей. Оперативникам показалось, что среди них был и сам Квежоевич. В разгар застолья в помещение ворвались бойцы СОБРа, которые приказали лечь на пол 37 собравшимся. Однако, когда сыщики начали общаться с задержанными, то с удивлением обнаружили, что Чехладзе среди них нет. В ресторане находились только дядя Квежоевича, его многочисленные друзья и знакомые. По одной версии, Чехладзе изначально знал, что находится в розыске, поэтому не пришел на свой юбилей. Об этом говорит и то, что среди собравшихся не было ни одного вора в законе, которые непременно бы посетили праздник с участием самого Квежоевича. По другой, вор в законе все-таки был в зале, но сумел сбежать, когда внутрь ворвались бойцы СОБР, выяснилось, что в ресторане существует несколько разных выходов. По нашей информации, сейчас Чехладзе вновь находится за границей и задержать его в России уже немного шансов, отметил источник агентства. Возможно, Квежоевича объявят и в международный розыск. Давид Мелкадзе был застрелен 12 января 2014 года у одного из торговых центров в Красногорском районе Подмосковья. Когда он шел к припаркованной на стоянке машине, к нему подбежал киллер и открыл огонь из пистолета. От полученных ранений до топатийский скончался на месте. Оперативники сразу заподозрили, что мотивы убийства следует искать в событиях 1994 года. Тогда Гураму было 10 лет, а его папа, Автандил Чехладзе, Квежо, являлся влиятельным вором в законе и лидером кутаистского мафиозного клана. Весной Квежо в гости в квартиру на Ломоносовском проспекте пришли несколько человек, вор явно знал визитеров, которые после недолгой беседы открыли огонь. Преступники застрелили Автандила Чехладзе, его жену, а Гурам получил ранение. Правоохранительные органы так и не раскрыли это преступление, а в криминальном мире его сразу повесили на близкого друга Автандила Чехладзе, Давида Мелкадзе. Якобы между ними возник конфликт из-за другого вора в законе. Квежо и Дато Патийские разошлись во мнениях, заслуженно ли этот мафиози носит воровской титул. Впрочем, находились и гангстеры, которые отмечали, что пока был жив Чехладзе старший, другой влиятельный криминальный генерал, Тария Ланьяни Таро, находился в его тени. А потом он стал лидером Кутаисского клана, каковым и остается по сей день. Так или иначе, маленький Гурам фактически воспитывался в семьях воров в законе из этого клана, в частности, у Элгуджи Кублашвили, Гежуа. Уже в 16 лет Чехладзе-младший был коронован тремя законниками, Бадри Кагуашвили, Бадри Кутаиский, Георгием Углавой, Тахи и Рамазом Дзниладзе. За плечами Квежоевича две судимости. По данным оперативников, в последнее время Чехладзе наиболее близок с криминальным генералом Эдуардом Осатрином Эдик Осетрино. После убийства босса всех боссов российской мафии Асалана Усаяна, дед Хасан, Осетрино стал претендовать на роль лидера осиротевшего клана. Однако на пути у него стало несколько других воров в законе, в том числе племянник деда Хасана Дмитрий Чентурии и Гела Кардава, Гела. Закончилось это все грандиозной разборкой весной 2013 года, во время которой оппоненты избили Осетрину, его сына Сергея, тоже законника, и Квежоевича. Во время драки последнему припомнили, что за 20 лет он так и не отомстил за отца, хотя все знают, кто совершил убийство. Чехладзе такие слова сильно задели. В результате был убит Милкадзе, который уже давно лишился воровского титула, отошел от криминальных дел и занимался бизнесом в Подмосковье. А в актив Квежоевича гангстеры записали совершенную вендету.